здравствуйте значит сегодняшний выпуск под чаем он уникален потому что сегодня мы говорим про религию как вы видите ну и я глубоко верующий человек верую я разумеется в гитары ягуара абсолютно абсолютно моя вера ну что тут сказать сегодня будет самый странный вообще выпуск под чаем снятый тупо на телефон качество записи разумеется будет ужасно и потому что на iphone у меня денег никогда не будет и не могу сказать что я об этом жалею так что как-то так как видите в этой гитаре потрясающий струны струны просто великолепно великолепно струны с чего чувствовать начать во первых вот наверно вот ремень кстати новый ремень у меня до этого был на другой японке на сквари 85 года мы будем честны и вот этому ягуар он идет куда больше потому что ретро гитара ретро ремень и даже чайник на заднем фоне выключился подтверждаем мои мысли про то как работает ягуар и зачем нужны все вот эти тумблеры вы найдете без труда и без меня в интернете 600 тысяч триллиардов терабайт информации на счет расскажу немножко про свой потому что эта история это прекрасно великолепно дело в том что купил я его 27 апреля 22 года все еще вовсю идет и значит специальная военная операция связи с чем связи с этих гитар новых в россии практически нет хотя которые есть стоит ну в среднем 75-100 я конечно видел за 80 но вообще в основном вот попадались объявления по 75 вот эту я успел купить абсолютно новую в коробке никем так скажем не опороченную никто не запустился раз свои шума в левые лапки я ее взял за 62 ну плюс еще доставка из москвы еще там пару рублей можно сказать докинул и все и все остальные гитары теперь стоит 75 минимум если мы говорим о новых гитарах был гитару можно найти за 65 можно я сам видел объявление в сербурге когда я искал в питере не было ровно ни одной новой гитары вот этой модели а я акцентирую все внимание что мне нужна была именно сквайр именно лягуар именно классик лайк сэвентис который легко определить по вот этим богом просто угоднейшим маркером ладов это одна из главных причин почему именно это модель потому что точки я не хотел сингл я хотел именно сингл потому что мне не нужно было металл палка мне нужно нужен был ретро инструмент как у дедов которые воевали за серф вот ну мы сегодня говорим не про за серф мы говорим просто про эту гитарку огромная удача я считаю это огромная удача что я вас успел взять вот в таком свете цвете в россии сейчас есть ровно одна нераспечатанная гитара и стоит она 75 в общем поздравляю того кто ее купит ну либо ждите окончание спецоперации через 20 лет и там через серый импорт покупайте за 100 так что удачи удачи короче ребята ну мне повезло я реально успел урвать последняя по цене скажем так похожий на адекватную тут есть такой моментик который для большинства людей не очевиден заключается он вот в чем вот конкретно за эту гитару я был готов отдать больше чем шестьдесят две то есть я реально бы отдал за нее и 75 да то есть если бы не было по гитару собрек последний вообще в москве не распечатано я бы ее купил за 75 абсолютно точно я считаю что она этого стоит просто потому что это не самая популярная довольно редкая моделька и еще потому что но она просто украла на сердечко то есть брать оригинальный фендер ну во первых у меня нету 300 тысяч рублей да на это начнем с этого это главное это главная причина понятно то есть и денег но не только вот есть такой моментик что я испытываю серьезнейшую серьезнейшую привязанность к таким так скажем так скажем недорогим гитарам и вот заставить недорогую гитару делать волшебство в этом есть особый кайф в этом есть особый кайф этому я научился так скажем у джека нашего вайта не путать с воробьем они похожи очень вот джек лайт он конечно более такой чувак фанатичный он все все знают он любит совсем трешовые гитары и заставляет их звучать хорошо своих руках разумеется вот я понятно не джек лайт поэтому мне нужно было как среднее решение совсем дерьмо я брать не хотел но и совсем фендер я брать тоже не хотел потому что даже если я себе куплю гитару за 8 триллионов долларов играть от этого как стивы я не начну а самое прикольное что я и не хочу у меня свой путь у людей живущих музыкой так скажем на профессоральной основе свой путь ваш пути ни хрена не пересекаются то есть у меня это чисто хобби для души а никакая непрофессиональная деятельность так ну значит информация которая может быть полезной для людей которые вы с трудом найдете в гугле потому что ее нет короче вот бридж от этой гитары соответственно вот отверстие все кто имел дело с подобными гитарами это не только игла рота джаз мастер мустам какой-нибудь знают что эти бриджи люфтят когда их вставляют но это сделано для так скажем удобства можно так сказать пользование машинкой то есть это такая это не косяк это задумано фендером самолично то есть он создал такую конструкцию вибратор что бридж тоже должен быть подвижным я вообще не люблю вибратор абсолютно я не пользуюсь этим рычагом вот поэтому вот эта штучка здесь будет торчать чисто для красоты рычаг и никогда мне не ставлю сам бридж выгода значит довольно интересно высота регулируется только вот этими двумя винтами сейчас я вкусно веду вот они то есть они выдвигаются шестигранниками секунду поймаю на фокусная попробую сейчас на вот поймал а внутри маленький шестигранник соответственно регулируется высота всего бриджа они каждого седла не каждый вот этой каретки если угодно отдельно интересный момент он не очевиден посмотрите на самое правое седло у него расточена вот это вот паз чуть шире чем все остальные пять седел довольно интересная фигня я даже сначала подумал может косяк колечо но google показал мне что это конструктивная особенность всех таких гитар возможно для глубоких бэндов на первой струне чтобы струна не вылетала из вот этого паза об этом будет еще разговор чуть дальше и вот уже те кто знают эти гитары они уже заметили кое-что необычное что непосвященный зритель пока еще не понял вот эти красные штуки их нет в оригинале их нет то есть вы видите там внутри вот эта стальная штуковина и все вот там то есть такой стальной стерженечек жестко приваренный и все и он на этих стерженьках болтается вот в этих гигантских отверстий я как человек не пользующийся машинкой не нуждаюсь в этом люфте потому что мизуру можно немного подстроить благодаря вот этим винтам как и на большинстве гитар высоту каждого седла построить нельзя но мизуру подстроить можно почему бы и нет соответственно единственная информация в гугле которая была это паренек там какие-то трубки резал металлические потом их надо натягивал поверх этих трубок и засаживал туда вот это вот она это та самая трубка значит это у нас усадка термоусадка значит такая вот штуковинка диаметром 8 миллиметров высаживается до 4 миллиметров то есть сделали мы это при помощи головной палок соответственно трубочка отрезает сколько надо насаживается на стерженек а потом берется либо супер мощный фен которого у нас не было зато у нас была зажигалка и зажигалка это все дело высаживается принимает это все в итоге вот такой вид если я правильно помню здесь четыре слоя вот этой усадки то есть одну трубочку надели усадили вторую трубочку надели усадили и так четыре раза конечная толщина каждого вот этого стержня стала равна 7 и 8 десятых миллиметра что позволило по итогу этому бриджу сидеть очень плотно тадаш вот и все и он там сидит то есть я конечно же могу достать я его уже снимал до стола просто одной рукой мне делать категорически неудобно и он теперь посмотрите я его изо всех сил сейчас толкаю вверх и вниз и не движение для вся гитара шевелится просто вместе с ним сам бричный шевелится вообще те у кого были эти гитары знают что этот брич шевелится туда-сюда как не буду выражаться так что вот вам хороший дешевый лайфхак термоусадка стоит гораздо дешевле пачки сигарет раза в два дешевле если не в три так что ну я не знаю потерпите полгода без сигареты будет у вас термоусадка но мне повезло я не курю так что на термоусадку смог накопить на фендер не смог к сожалению а на термоусадку смог ну что это единственная полезная информация для людей в этом ролике я очень сильно доволен гитарой да у меня очень приятные чувства и мне нужен был конкретно этот цвет только этот цвет я честно не проникся черными гитарами я не понимаю но черный какой-то агрессивный цвет это откровенно какая-то серф шугейс гранж гитара ну как-то черный ну не знаю ну как-то агрессивненько что ли вон у меня есть агрессивненький ибанес на нем играть дикий металл это нормально зачем черная гитара для легкой музыки ну не знаю причем не просто для легкой музыки да вы посмотрите это ж блин это ж ягуар да забавный момент вспомнил который хотел рассказать большинство людей где-то сто процентов гитарных всяких блогеров они говорят что вот дескать здесь стоят струны стояли 942 это чистая правда действительно стояли струны 942 они были хорошие на их выкинул потому что поставлю струны новые получше в которых я уверен и которые я знаю какие и все поголовно говорят что ну минимум надо десятку ставить мы просто минимум надо ставить десятку в общем то я считаю что эти люди вполне вправе есть говно раз им так нравится я есть говно не буду поэтому я купил струны тоньше чем были 940 то чем мотивируют вот эти все сто процентов блогеров почему надо ставить сюда как минимум десятку дескать им очень легко тянуть струнки и когда они стянут струнки у них иногда струны выскакивают из вот этих вот пазов их потом приходится поправлять я делал бэнды на ширину всего грифа вот так просто так я делал бэнды агрессивно и на всех струнах шестую я вниз делал и знаете что я вам скажу ни одна струна ни разу не выпала на струнах 942 ни разу не выпала отсюда по поводу натяжения то есть большинство людей очень любят потуже это их сексуальные девиации мы не будем разбирать в этом ролике подобные вещи это люди из лагеря стивера из лагеря я правильно сказал да из лагеря стивера ивона и да есть такие люди их абсолютное большинство в гитарном мире я это просто знаю из-за того что слишком долго непростительно долго варюсь в музыкальном кругу я сейчас скажу сколько 22 года 22 года я вот вот этой дуе маясь вот этой вот гитарной и большинство музыкантов любят хорошее натяжение такое чтобы чтобы как чтобы как на опасной бритве играть чтобы когда ты играешь у тебя ногти отлетали ну любят люди боль и любят люди неудобства они очень обожают неудобства то есть они готовы в строе не играть на калибре 1152 так вот калибре 152 я стабильно играю в строе до ну стандарт си разумеется поэтому вот как то так то есть я человек из лагеря джимми пейджа который на гибсоновскую мензуру которая слегка больше чем ягуаровская здесь 24 дюйма у гибсона 2475 он на них ставил восьмерочки чтобы легко и без усилий играть бэндами и чтобы вообще струнки зажимались легко и приятно они через дикую боль и страдания чтобы игра на гитаре не было работой а приносила исключительно удовольствие люди разные просто я вот когда смотрю стиви района вы вообще видели стиви района давайте с этого начнем а мужичара 8 метров ростом ой извините за мат я хотел сказать пиздец и у него вот эти сосиски но я не знаю мне кажется он вот вот так вот одним пальцем не не знаю может может убить маленькую собачку задушить ее то есть там огромная индейская лапа а потом я вижу русских тощих пареньков субтильных которые себе настраивают своими тонкими девичьими пальчиками такой же строй как у стиви района и мне этого не понять у кстати ноутбук ушел в режим сна потому что офигел душноты в этом ролике но душнота мое второе имя поэтому продолжаем и вот в этом плане конечно же я не разделяю таких убеждений что гитарист должен играть через боль и неудобства нет мне насрать кто что думает я на мензурова 24 дюйма сейчас поставлю вот такие струны 940 которые в шестой струне даже еще тоньше чем стояли здесь потому что струны неплохие откровенно говоря и горе не буду знать потому что я поиграл на заводских которые 940 мне очень понравилось натяжение натяжение было похожим на то какое я чувствую играя в строй стандарте на калибре 1.52 может быть слегка меньше натяжение может быть но не так чтобы я там думал о сопли висят потому что вот я смотрел там блогеров и все описывают такой калибр что типа ну они висят прям вообще тип совсем слабо не я они не висят от слова совсем вот такая вот фигня ребята так что как говаривал принц уже выше озвученному джеком вайту не позволяет никому учить тебя как играть на твоей гитаре это самый важный совет в жизни для музыканта немедленно вспоминается выше упомянутой джимми страница джимми пейдж рок авторитет британии джимми страница который сказал однажды нечто похожее что больше всего в жизни я благодарен за то что у меня не было учителей по гитаре вот и давайте закончим вот этой штукой у некоторых людей вроде меня у которых есть особенности в развитии них может вызвать затруднения вот этот вот ретро колок что же там за магическое дупло внутри на самом деле ничего страшного в этом нет к сожалению ответ на вопрос как правильно намотать струны маколог дал мне исключительно англоязычный youtube вот но в принципе я знаю что лондон это столица великобритании поэтому я понял о чем была речь ну и вам соответственно расскажу что я понял то есть заводим шестую струнку сюда струна очень длинная потому что у гитара короткая мензура мы в целом струна очень длинная что мы делаем мы завели струну прям на полностью то есть завели ее вот вот эту вот штуку вот это отверстие вот отверстие завели ее тянем 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 завели на эту фигню не обращаем внимание можно ее конечно выставить чтобы вам приятнее было вот так вот ровно вот завели ее и на расстоянии через один колок вот так вот на расстоянии третьего колка да то есть 1 2 3 вот на вот этом расстоянии мы берем какую штуку типа вот такой такой вот китайской штуки например фокус 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 вот фокус отлично кусачки для струн просто вот и откусываем любыми кусачками короче откусываем на вот этом расстоянии весь остаток километровой струны после этого мы берем и вот этот самый верхний край засунуть вот вот в это дупло после этого вручную загибаем эту струну и начинаем затягивать все почему так потому что если вы решите например просто намотать его по старинке как деды учили просто как-то там намотать всю струну например чтобы там было восемьдесят четыре витка вот здесь то струна это будет делать вот так вот это цитата александра нескор разумеется когда она делает вот так вот у вас плывет строй и вы спросите а как же часто у вас плывет строй я возьму и отвечу а всегда он у вас будет плыть вот поэтому вот эти колочечки и сделали не просто так вот такими чтобы хоть как-то минимизировать вот этот люфт струны вот я пока что не хочу менять вот знаете в этой гитаре вообще ничего вообще ничего то есть звучки так вообще никогда не буду менять что вот это вот это я усовершенствовал офигеть резиночки надел супер апгрейд конечно вообще просто вау короче сама суть этой гитары в том что она обладает определенным несовершенством вот именно в этом-то ее и суть и короче суть в том что именно это несовершенство мне и нужно именно поэтому обычно я на все свои гитары где нет локовых колков я всегда ставил локовые колки просто всегда и вот на этой гитаре я забью сами понимаете что я именно хочу этого я хочу чтобы у меня через три песни плыл строй из-за того что здесь такие колки вот в ее несовершенстве ее сила то есть это инструмент я его буду не знаю как то люди разные люди могут играть на нем на у классику и и горе не знать вот но я его собираюсь использовать в несколько более шумных жанрах то есть что-то такое типа нойзрок шугейс и тому подобное психоделия то есть и важно ли психоделии вот супер точность мега дорогих майонезов и прочих суров я думаю примерно нихуя ну наконец-то можно с вами проститься было невероятно увлекательное зрелище вот вы просто смотрели на на гитару снятую на телефон дешевый ночью вот 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 такое такое интересное интересное время